МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно же, мне нравится все, что связано непосредственно с нашей любимой Беларусью, но то, что касается экзотики, я бы не против оказаться в данную секунду на берегу Индийского океана. Хотя, если рассуждать более детально, то каждая культура любой страны имеет свои уникальные черты, особенности и есть в каждой культуре то, чего нет ни в одной другой части земного шара. Соглашусь с тобой. Уважаемые телезрители, это телеканал «Беларусь-4» и в эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Его сегодня проведем мы с вами, Александр Лупиненко. И Татьяна Болгова. Ну, а говорить мы будем об одном проекте, который захватил не только наш город, но и даже немножко больше. Сегодня будет много гостей, много музыки, а тема «Доброго вечера в Гомеле» сегодня будет посвящена вечерам национальных культур. Подробности в течение часа оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие друзья, первыми в нашу студию пришли организаторы и кураторы вечеров национальных культур в ГЦК. Это заместитель директора городского центра культуры Кирилл Геннадьевич Курдюмов и художественный руководитель ГЦК Зоя Николаевна Мальчук. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну и хотелось бы, наверное, начать с такого вопроса. Как возникла идея проведения вечеров национальной культуры? В конце 2015 года в городском центре культуры состоялось мероприятие «Еврейская община Агдут», на котором был показан мюзикл, повествующий о бытии еврейской семьи. И это мероприятие вызвало большой отклик среди горожан. Очень многие пришли на концерт в баланшлаг. И мы увидели, что люди интересуются культурой народов. И возникла идея создать вечер культуры славянских народов, поскольку в Гомеле проживают в большом количестве русские, белорусы, безусловно, белорусы превалируют. И мы начали думать над этим вопросом. Но в это время мы как раз планировали концерт фальтурного коллектива этногруппы Егорова Гора, являющегося коллективом ГЦК, и решили остановиться на мероприятиях, посвященных отдельным культурам. Вначале, поскольку мы живем в Беларуси, мы работали над созданием вечера белорусской культуры, в основе которого и был концерт фольк-группы Егорова Гора. И 18 февраля 2016 года в ГЦК стартовал проект «Вечера национальных культур», именно стартовал с «Вечера белорусской культуры». Таким образом... Ну, 2016 год – это год культуры объявлен, и вот сам проект «Вечера национальных культур» в ГЦК, он на что направлен, какие основные его задачи? Да, 2016 год – это год культуры, и это подразумевает развитие культуры не только в сфере творчества, но и в быту, культуры на производстве, культуры межличностных отношений. И наш проект нацелен именно на воспитание культуры межличностных отношений. Вечера у нас проводятся практически каждый месяц. Вот первый вечер был в феврале, 18 февраля, белорусская культура. Далее в марте, 31 марта, накануне Дня единения народов Белоруссии и России, прошел Вечер русской культуры. 10 апреля – Вечер цыганской культуры. Он был посвящен Международному дню ромов. Ну и далее мы работаем сейчас над созданием Вечера итальянской культуры, который пройдет 7 мая. Ну и в частном порядке и по работе достаточно часто и мне, и нашим коллегам приходится бывать в городском центре культуры. Каждый вечер у вас чем-то занят, и те, кто живет рядом и даже проходит мимо, подтвердят мои слова, что постоянно в ГЦК, то ли на большой сцене, в большом зрительном зале, то ли на малых площадках всегда что-то происходит, и это радует. Ну, продолжая тему Вечеров национальных культур, любой вечер – это знакомство с национальным искусством, изобразителем, музыкальным и, безусловно, кулинарным. Ремесленники также организовывают свои мастер-классы. Вот скажите, чем создается атмосфера на подобных мероприятиях? Ведь есть, наверное, какие-то обязательные сегменты, но есть еще какая-то аутентичность, которая присуща той или иной национальности? Ну, изюминкой нашего мероприятия, нашего проекта является интерактив со зрителем, то есть непосредственное живое общение. Человек-посетитель приходит в ГЦК и сразу погружается в атмосферу определенной культуры. Это я понимаю, но нужно же ведь создать необходимое условие, как это сделать. Не просто же так вот оно взяло и откуда-то материализовалось. Кто занимается вот этим вот кропотливым трудом? Откуда, откуда, кто эти кирпичики, из которых складывается вот именно атмосфера, о которой мы сейчас говорим? Буквально два слова я начну. Да, городской центр культуры начал эту программу Году культуры. Естественно, в основном все базируется на наших коллективах, на наших организаторах. Таким образом, мы в основном делали концертные программы в большом зале, но, правильно сказала Зоя Николаевна, идея была все же собрать всех в фойе и начать ведение мероприятия уже оттуда, где можно было бы и попробовать национальные блюда. И мы приглашали очень много, объединяя и образование, и музеи, концентрируя у себя в городском центре культуры вот эти вот кирпичики, которые вы говорите. Зоя Николаевна более подробно расскажет о том, кто принимал участие вот даже в Белорусском вечере. Ну да, в основе вечера было выступление фольк-группы Егорова гора, коллектива ГЦК. Также к созданию вечера мы привлекали очень много творческих людей, учреждений культуры и образования. Так, скажем, программу концертную Егоровой горы вел заведующий филиалом Ветковского музея старообрядчества белорусских традиций имени Шклярова Петр Цалко. Также в концерте принимали участие фольклорный коллектив Ветковского района «Столбунские вечерки», школа этнических барабанов «ТК Дум», Юрий Ижов на ударных инструментах, на ударной установке, гитарист Игорь Шошин, брэгданс команда «Локраунд», также городского центра культуры, и Юрий Ижов, я уже сказала, Игорь Шипков, гармонист. Это что касается большого зала, именно концертной программы. А в фойе была организована выставка ремесленников при помощи областного центра народного творчества. Также мы силами сотрудников ГЦК устроили дегустацию национальной кухни. Было выпечено, изготовлено около 300 драников, бутерброды с салом, чай, и людям очень, конечно, нравилось. Это своего рода стало маленькой изюминкой, поскольку студенты, которые из вузов, СУЗов были приглашены на наш вечер белорусской культуры. Поели все. Они не то, что поели, они посмотрели так, боясь, думая, а для кого это, что это. И после того, как наши девушки из арт-моды, одетые в национальных костюмах, начали угощать, они остались очень довольны. Хорошо, вопрос тогда в следующем. А кому же аплодировать стоя за щедрый стол? Кто готовил драники и всяческие язвы? В городской центр культуры насчитывает около 100 человек. И каждая из них это творческая личность, которая активно подключается к любому мероприятию. Я понимаю, одно дело творческая личность, когда выходишь на сцену, а другое дело, когда ты творческая личность на кухне. Можно я скажу? Что, кстати, не каждому подвластно. У нас локомотивом и главной движущей силой всего нашего учреждения является наш глубоко уважаемый директор Людмила Александровна Панина. И когда у нас по техническим причинам сорвалась именно организация выездной торговли, предприятие на вечере белорусской культуры в тот же день, она мгновенно всех сорганизовала и лично принесла из дома сало, и лично делала бутерброды. На личном примере показала? Да, на личном примере. И все тут же подключились. Те, кто еще не вышел на работу, им надо было в обеденное время, стояли, с утра уже работали за плитой и принесли нам драники. Да, и порадовали не только участников, но и, собственно, сами тоже. Но и за дружников. Вы кого-то будете приглашать? Может быть, там Гомельхлебпром? А это, скажем, стало хорошей традицией. Да, Гомельхлебпром нам очень здорово помог на вечерин русской культуры. У нас в фойе ГЦК ходили карабейники с коробами, на которые были положены баранки, сушки. Также Гомельхлебпром нам в качестве дегустации помог с караваем, и мы могли уже гостям в торжественной обстановке вручить каравай. Большое спасибо Гомельхлебпром. Также мы сделали блюда из гречки, да? Да, это заслуга Гомельского профессионально-технического кулинарного колледжа. Очень ответственно подошли к мероприятию, создали просто такой русский уголок русского быта, поставили русскую печь, блюда, русская кухня. Надо сказать, что русская культура, она неотъемленно связана с православной культурой, с православием, и поэтому мы решили изготовить блюда к Великому посту, поскольку в момент, когда состоялось это мероприятие, вечер русской культуры, вот в этот период как раз это был период Великого поста. И горожане имели возможность, не нарушив пост, так сказать, продегустировать. Были изготовлены блины великопустные, такие очень вкусные, гречневая каша, чай. Послушайте, вы так все вкусно рассказали, я уверен, что следующие гости, которые придут на очередной вечер на национальную культуру, они придут непосредственно попробовать, что же готовят в ГЦК. Так у нас так и получается, приходила одна женщина, рассказывали, и спрашивают первый вопрос, чем сегодня будет кормить, будет ли сегодня кормить, понимаете, для нее это очень важно. То есть, когда человек немножечко попробует, уже по-другому воспринимает вообще все происходящее, настроение повышается. Да, когда человека развлекают и еще дают возможность покушать, это еще и лучше даже. Изюминкой вечера русской культуры были гости из Новозыпково и Смоленска. Вы приглашали или это у нас какие-то есть связи, которые мы поддерживаем? Мы установили эти связи в процессе подготовки вечера русской культуры. Мы именно работали с Новозыпковым. В Новозыпкове есть замечательный коллектив, который представляет Россию на международном уровне. В таких серьезных дипломатических даже мероприятиях. Это народный ансамбль танца «Калинка». Приехало в составе делегации 70 человек. Вообще коллектив насчитывает 140 человек. Это коллектив, в котором выступают ребята от трех лет до... и старше. Все старше. Замечательная была программа, просто великолепная. И нам очень приятно, что благодаря «Калинке», благодаря вообще всему, что у нас получилось, наш вечер был замечен в России. И сюжет о нем был показан в субботних новостях «Вести» с Сергеем Брилевым. Это очень приятно. Это значит, что мы не зря создаем. Но ведь и городской центр культуры, в частности проект «Арт-кафе» на Ирининской, который уже завоевал огромную популярность, которая уже успешно развивается на протяжении лет десяти, если я не ошибаюсь, то участники проекта «Арт-кафе» на Ирининской с ответным визитом также побывали в Новозыпкове в районной библиотеке. Расскажите, что ГЦК, в частности «Арт-кафе» представили россиянам? В состав «Арт-кафе» входят очень талантливые люди, и они пишут и музыку, и стихи. И вот, допустим, Дмитрий Нилов, который пишет интересные стихи, он поехал вместе с Сергеем Стариком, который автор музыки. И у них получился хороший тандем, которых укрепили еще другие участники. Это своего рода наш подарок городу Гомеля. Да, поскольку город Новозыпков, это действительно был их хорошим подарком, приехав в таком большом количестве коллективу на нашу сцену и подарив зрителям высокий уровень, высокий профессионализм в хореографическом искусстве. К нам в студию вы тоже пришли не с пустыми руками. Расскажите, что сегодня вы принесли с собой, что это за изделия и дипломы, откуда? Это была приятная неожиданность, когда нас пригласили на сцену, чтобы мы поблагодарили коллектив, мы получили замену еще. Да. В составе делегации приехала заместитель администрации города Новозыпкова Светлана Александровна Зуева и начальник отдела культуры, спорта и туризма и молодежной политики Новозыпкова Галина Николаевна Батура. И они вышли к нам с таким памятным адресом, к одни уединения народов Беларуси и Россия, от города Новозыпкова к городу Гумелю с пожеланием от всей души крепкого здоровья, мирного неба над головой, согласия и благополучия. Было очень приятно, конечно, получить такой памятный адрес. Мы также ответно обменялись подарками. Мы, безусловно, представили продукцию наших кондитерских фабрик «Спартак», «Коммунарка», ну и также такие сувениры о Гумеле. Вот это замечательный чанчик, который нам был подарен гончаром из города Злынке Игорем Вороновым. Кстати, Игорь Воронов лично знаком с Егором Полешуком из этногруппы Егорова гора и присутствовал на вечере белорусской культуры. Вот на вечере русской культуры он уже был с гончарным кругом. Он собрал, наверное, максимум зрителей вокруг себя. Именно он был такой звездой. Были еще и ремесленники, которые тоже проводили мастер-классы. Да, вот, кстати, вот эта вот кукла, это кукла-оберег. Кстати, какая она красивая. Это Новозыковский район у нас там тоже представлял свою экспозицию. И из Новозыковской детской художественной школы была замечательная выставка. Там тоже были куклы-обереги и прочие изделия. Вот это нам тоже такой подарок. А вот эта маленькая куколка, это кукла к радости. Такой личный подарок. То есть тоже оберег. Все оберег. Это кукла-обереги. Вот это на радость, это на семейное благополучие, на материнство. Городскому центру культуры вот такие подарки, наверное, будут приносить только успех, уют. У вас есть чайничек. И у нас есть возможность тоже воспользоваться чарами этих кукол-оберегов. Пока у нас представители ГЦК в студии, я думаю, что и удача и оберег тоже с нами будут сопутствовать. Немножечко хотелось бы сказать об авторе кукол-оберегов. Это очень известный человек в Новозыпкове. Кудрявцева Ольга Валерьевна тоже представляет Новозыпкову. Вообще русскую культуру тоже на международном уровне. Замечательные люди. Очень красивые костюмы представили. Очень хорошую экспозицию русского быта. Итак, вернемся все-таки к проекту «Вечера национальных культур» в ГЦК. Сейчас, я думаю, самое удачное и удобное время рассказать, какие же встречи, какие интересные представления, сюрпризы готовит городской центру культуры горожанам и гостям города. Ведь проект недавно стартовал и рассчитан на целый год. Городской центр культуры на протяжении всего года культуры планирует эти мероприятия. Уже было сказано, была белорусская, русская, цыганская. И ближайшее, на что мы сможем попасть, и также попробовать национальные блюда Италия. Будет, конечно же, пицца. Это будет на открытом воздухе. Это будут выставки. Это будет также концерт итальянской музыки. И все это будет проходить в сквере Громыко. Совсем скоро, да. Май месяц, седьмое число. Что касается программы, то она будет полностью построена на силах города Гомеля. Мы также привлекаем и образование, и силы городского центра культуры. И гостями, так сказать, хедлайнерами нашей концертной программы станет коллектив из города Речицы, коллектив группа Модена. Также этот семейный, скорее, праздник, которым мы, как изюминку, преподносим и в белорусском вечере, мы рассчитывали на то, что на наши мероприятия будут приходить семьями. И приобщаться к культуре, находить для себя что-то новое в плане национальных каких-то достояний нашей страны, России, ромов, познакомиться с их культурой именно семейным, таким сплоченным коллективом. Поскольку можно и детям найти развлечение, послушать стихи, принять участие в каких-то моментах, типа, вот как рассказывали мы, да, по гончарным изделиям, изготовлению. А где у нас еще дети принимают? Узоплетение. Узоплетение. Лоза. А, мы рассказали о очень интересном моменте. Это когда рисовали славянские буквы старые-старые. Да, это была вот такая изюминка нашего проекта «На вечерин русской культуры». Мы пригласили преподавателей филологического факультета ГГУ имени Скорыны с тем, чтобы они познакомили посетителей со старославянской азбукой, со значением букв и духовной составляющей, какой смысл имела раньше каждая буква. И была возможность самому попробовать графически изобразить эти старинные буквы. А изображали на чем? Просто на современной бумаге с современными ручками? Или же все-таки... Да, мы хотели сделать первую, но, к сожалению, это сейчас очень трудно находимые материалы. Было два мольберта с установленными на них стендами, такими планшетами белыми. На одном из них была уже изображена вот такая таблица, образец, вот как правильно это все делать. На втором стенде уже все желающие могли себя попробовать. И вот, кстати, делегация из Смоленска также активно приняла участие. Могу немножко о делегации. Успешен ли был этот эксперимент? Много ли у кого удачно получилось воспроизвести буквы? Помнят ли руки то, что нам досталось от предков? Особенно детей это привлекло, и дети с удовольствием и слушали, что обозначает каждая буква, и экспериментировали. Военные у нас были, тоже очень активно интересовались. Мы дружим с гомерской пограничной группой, они нам помогают часто с транспортом, мы в организации мероприятий, мы также ответно приглашаем солдата до срочной службы на наши мероприятия, они всегда приходят и тоже... Они не откажут нам, наверное, и в итальянском вечере, где тоже смогут принять участие и послушать. А если заглядывать вперед, кого еще планируете приглашать? Может быть, грузинскую, армянскую? Вполне возможно, что мы после летнего периода, ближе к сентябрю, 21 сентября... 21 сентября, День независимости Армении, у нас каждый вечер приурочен... Мы стараемся к определенной дате. 21 сентября, День независимости Армении, соответственно, армянская культура. Также мы сейчас думаем над вечером украинской культуры, потому что отмечается в августе, в конце августа, 160-летие со дня рождения поэта, писателя Ивана Франко. Также у нас уже по традиции будет еврейская культура в декабре, к еврейскому празднику свечей Ханука. А в ноябре мы, возможно, сделаем интернациональный вечер, поскольку юбилей ГЦК в ноябре планируется делать. Кстати, сколько вам? 40? 40 лет. Я думаю, это будет целая неделя мероприятий. Нашими силами, да, нашей... И год культуры, и юбилей, это год для городского центра культуры. И в канун летнего сезона, я думаю, сейчас самое удачное время рассказать не только о вечерах, а что же еще в большом творческом календаре городского центра культуры расписано на 2016-е? Городской центра культуры в течение года проводит около 600 мероприятий. Это достаточно большой показатель. И со всей информацией... Это, считаете, два мероприятия в день, без выходных и... Бывает и три. Да, праздничных дней. Бывает и три. И это все не только потому, что год культуры. Это прежде всего потому, что наши творческие коллективы, они активно, они выезжают. Они проводят и в детских садах мероприятия. И на нашей площадке постоянно организуя концерты совместные с другими учреждениями культуры. В таком... Вот, допустим, 9 мая, который пройдет на Ледовом дворце открытой площадки, мы будем сотрудничать с ДК-фестивальным, с Дворцом культуры Новобелецким, в командах кавер-групп. Поэтому, что касается перспективных мероприятий на лето, то, наверное, особый интерес у молодежи вызовет День молодежи в июне месяце, где мы собираемся сделать очень большой концерт с участием лучших коллективов города Гомеля. И, возможно, будут приглашенные гости из, на данный момент уже других городов, но были связаны они с ГЦК. Это и наши группы, наши... Карты будем раскрывать или сохраним интригу? Я думаю, стоит сохранить интригу, чтобы потом... Спасибо вам за исчерпывающую информацию, за то, что заглянули к нам в гости на программу «Добрый вечер, Гомель». Всем же спешим напомнить, что у нас сегодня первыми гостями этого вечера были заместители директора городского центра культуры Кирилл Геннадьевич Курдюмов и Зоя Николаевна Мальчук, художественный руководитель городского центра культуры. Спасибо большое. Друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы говорим о проекте «Вечера национальных культур», который с начала этого сезона проводится в городском центре культуры. Впереди ожидается огромное количество гостей. Не переключайтесь с телеканала «Беларусь-4». Реклама пройдет быстро. Субтитры создавал DimaTorzok «Добрый вечер, Гомель» «Добрый вечер, Гомель» «Добрый вечер, Гомель» «Добрый вечер, Гомель» «Наcrime исток, Женю» Субтитры подогнал «Симон» 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 они уже, конечно, имеют отличие уже. Ну, а инструменты, в основном, которые я, например, заказываю у мастеров, то я стараюсь заказывать реконструкцию, то есть чтобы они были похожи и близки к тем инструментам, которые пользовались наши предки. Во время путешествия, экспедиции, вы знакомитесь с людьми. Может быть, есть какие-то музеи, в отдельных домах хранятся какие-то необычные инструменты. Что-то себе пытались позаимствовать? Мы всегда заимствуем, потому что, во-первых, образ, в котором мы. Одежда – это традиционная одежда белорусов. И мы собираем не только песни, а собираем и костюмы для себя. Ну, слава богу, еще сохранилось в сундуках то, что нам нужно. Все ли регионы Гомельщины объехали или все-таки остались, скажем так, заповедные, неизведанные уголки, в которые Ягорова гора еще не добралась в качестве исследователей, в качестве творческой экспедиции? Конечно, еще много деревень, в которых нам хотелось бы побывать. Все не охватить сразу. Тем более, я считаю, что мы достаточно молодой проект. Потому что мы только-только, я так думаю, мы только-только начинаем понимать и осознавать, что действительно ждут от нас зрители. И что действительно мы можем им преподнести. Не только в музыкальном, но и в образе. Поэтому наши концерты – это не только песни, это еще и такой образ традиционного белоруса. Потому что в любой везке любые события сопровождались песнями. И поэтому, как говорится, хочется вот такой образ представить. Поэтому новый формат, который мы готовим, это уже такой более будет, такой аутентичный, более архаичный формат исполнения песен. Вот хотелось бы детально остановиться на ваших образах. Вот то, что вы говорите. Едете, смотрите, где-то какие-то элементы берете для себя, для того, чтобы с деревенских глубинок перенести на сцену. Но в свете последних событий, то, что очень модно петь сейчас про обувь, не могу не обратить внимания на то, во что обута Зося Музычка. Я попрошу наших операторов, если есть такая возможность, покажите, пожалуйста, эту дивную обувь, а вы нам, Зося, расскажите, что же это? Это не лапти, как многие спрашивают. Ну, лапти из бересты сделаны. Да, да. Это натуральная кожа, называется пастолы. То есть вообще изначально… Традиционная обувь белоруса. Да, это кожаная была обувь на самом деле. Вот. Это мастеровая работа, то есть делал наш гомельский художник Марыся Тульженкова. То есть это, я так понимаю, штучный экземпляр, индивидуально для вас, и вторых таких на белом свете просто не существует. Ну, как бы есть, но это уже будут другие, то есть другого размера. А это вот именно она для меня делала, я заказывала у нее. Очень удобно ходить. Удобнее, чем в лабутенах. Да, удобнее намного. И самое главное, это полный образ одежды и обуви традиционной белорусской. То есть сюда же к ним подключается и кружево, и узор, который у вас и на ручниках, и на рукавах, и бусы, которыми вы украшены. Да. Ко всему сказанному я еще хочу добавить, что мы в доме поставили станок, наверное, единственный в Гомеле ткацкий станок настоящий. Ну, немного у кого. И вот фартух, который Зоси, это уже фартух, который она сама сткала. То есть это еще и хендмейт. Да, то есть я еще ткачеством занимаюсь. И не просто она сткала, она воссоздает именно орнаменты, те, которые традиционно использовались раньше. Национальные традиции налицо. Вы знаете, не удивлюсь, если однажды на выступлении группы Якурова Хара мы увидим на сцене ткацкий станок, который очень гармонично впишется в концепцию вашей театрализации. Неудобно переносить. Массивные очень. Коллектив существует три года. В начале этого года вы выпустили свой первый альбом. Вы являетесь носителями народных традиций, но вместе с тем вы очень популярны среди молодежи. Как вы объясните такой секрет? В чем секрет популярности? Дело в том, что вообще изначально, создавая проект, он был задуман мной именно для того, чтобы та часть слушателей, зрителей, которые не слушают фолк и отдалены от традиционного исполнения песенного. Хотелось приблизить, потому что я и сам был таким человеком, прожившим много лет и очень далек от традиционного белорусского пения. Когда мне открылся этот пласт, мне именно захотелось тех людей, которые также были от этого далеки, приблизить. Поэтому поначалу это была задумка делать такую современную обработку. Так как я и дискотеки вел, и сам собирал очень много дисков, коллекционировал, то есть музыки очень много слушаю до сих пор, то я это пытаюсь делать как в представлениях обычного потребителя вот этого шоу-бизнеса, если можно так сказать. Потому что все-таки, хотим мы этого, не хотим, существуют форматы определенные. И сегодня слушатель и зритель, он как бы немножко разделен этими форматами. То есть кто-то слушает металл, кто-то слушает рэп, кто-то слушает диско. И мне хотелось все-таки сделать некий синтез, который бы соединил этих всех людей и сделать такую музыку, которая была бы доступна всем. Ну, глядя на то, что происходит и на концертах, вижу, что, видимо, я на правильном пути. Вот. Поэтому как бы молодежь, которая приходит, да, это очень для меня показательно того, что музыка воспринимаема. Вот. И мы на сегодня уже стараемся в эти концерты вкладывать уже аутентичное, традиционное исполнение песен, то есть более приближено к тому традиционному исполнению, которое еще в деревнях сегодня живет. Вот. Чтобы именно открывать еще вот эту сторону, как бы соединять это все. Ну, не можем отпустить вас без вопроса. Из-за разряда ваши творческие планы на будущее? Планов очень много, и просто физически времени сегодня не хватает на все. Значит, в ближайшие планы стоит это создание такого современного альбома, такой клубной музыки. Уже работаю над этой музыкой. Ну, такая суперсовременная, можно так сказать. Вот. Второе, значит, это второе направление, это создание акустического альбома. Хочется второй альбом, чтобы он принципиально отличался от первого. Не хочется идти по стопам многих коллективов, когда из альбома альбом, просто группа немножко развивается, но все очень похоже. Хочется сделать второй альбом, чтобы он был принципиально отличен от того, который был первым. Вот. Это будет более акустично, там будут некоторые песни в традиционном белорусском исполнении, в аутентичном. Потому что мы пытаемся перенимать еще традиционные манеры исполнения песен. И хотим показать это, продемонстрировать тоже. Вот. А там, где будут использованы инструменты, тоже это будут инструменты такого более традиционного. Гусли, бубен, колесная лира. Вот. Очень много духовых инструментов приобретено. Тоже используем туда, та же самая, жалейки наши белорусские. Это как бы вот то, что из ближайших планов. За пределы Гомельщины будете выезжать? Мы выезжаем, да. У нас уже есть приглашение в Россию. Уже на несколько фестивалей. То есть у нас тоже, ну, май-июнь месяц уже спланированы поездки. И большие фестивали белорусские уже приглашают нас. Поэтому, как бы так, уже тур составлен. Мы тогда пожелаем коллективу Ягорова Гора успехов. И увидимся в эфире. Спасибо вам. Ну, а прямо сейчас предлагаем занять вот это вот студийное пространство. Превратить его в небольшую импровизированную сцену. Для того, чтобы увидеть еще один ваш номер. Ну, а всем же спешим напомнить, что это не все сюрпризы на сегодня. Сегодня в программе «Добрый вечер, Гомель». Оставайтесь с нами. Дальше будет еще интереснее. «Добрый вечер, Гомель» «Добрый вечер, Гомель» «Добрый вечер, Гомель», «Добрый вечер, Гомель» «Добрый вечер, Гомель» ПЕСНЯ 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 города Лучано. Ну, хорошее дело взять и сказать возьми-ка и создай группу, но нужно еще найти и единомышленников, которые хотят петь, выходить на сцену. Не просто петь, а петь на итальянском языке. Где же вы в Речице их искали? Вы знаете, как ни странно, я нашел. Нашел таких друзей, и я очень рад и счастлив, что уже на протяжении семи лет мы идем рядышком. Сегодня вокальная группа Модена — это шесть вокалистов. Четверо из них имеют вокальное образование. Виолита Буковская, Надежда Юр, Елена Глинина и ваш покорный слуга. Двое же это Александр Семцов и Юрий Кострома не имеют вокального образования, но их талант позволяет петь с нами наравне. И я счастлив, что мы идем вместе и уверен, что уйдем со сцены далеко будучи пенсионерами, уступя дорогу молодым. Но ведь, чтобы петь на итальянском, должно быть хорошее произношение. Как вы тренируетесь? И понимание того, о чем вы поете. Носитель языка должен быть... Вы знаете, дело в том, что до того, как я замечтал стать певцом, я студировал итальянский язык, потому что я знал, что я езжу туда, я хочу, чтобы меня понимали. И я готовился стать переводчиком и к поступлению в Ингиасе готовился. Поэтому итальянский язык я хорошо знаю. И поэтому у моих друзей и коллег по сцене есть верный друг, который всегда подскажет то или иное слово. И поэтому с этим у нас проблем нет. Скажите, часто ли вам удается выступать непосредственно на итальянской земле, на итальянских концертных площадках? Два года назад мы коллективом открыли для себя Италию. А началось все с того, что я сотрудничаю теперь с фондом «Этемля Вивера» как сопровождающий переводчик. И вот однажды, будучи там с группой детей, я решил показать советнику мэра по культуре наш видеоконцерт модный. Он загорелся. Таким образом мы создали возможность поехать в Италию с группой Моденой. Были организованы четыре концерта по северной Италии. И я надеюсь, что и в этом году группа Моденой вернется на родину Лучано-Повороте. Вот интересно, а что говорят непосредственно жители Италии, тех итальянских городов, в которых вы выступаете? Подходят ли после концертов какие-то замечания, какие-то пожелания? Или что говорят о том и о произношении и о мастерстве? Вы знаете, мы были крайне удивлены, приятно, причем удивлены, когда после концертов подходили итальянцы и говорили, вы знаете, вы поете песни на итальянском, которые мы забыли, когда слышали у себя на родине. Это был комплимент. А некоторым исполнителям даже было сказано, когда ты поешь, мы не слышим, что ты не итальянец. Я думаю, это своего рода. То есть и темпераментность в голосе присутствует у исполнителей, потому что итальянский язык это же язык страстный. Вы знаете, когда видишь на глазах даже мужчин, я уже не говорю про женщин, слезы, наверное, это говорит о том, что у нас с темпераментом все, слава богу, в порядке. Дорогие друзья, у нас есть уникальная возможность побывать в Италии прямо сейчас и посмотреть небольшой фрагмент выступления коллектива Модена на одной из итальянских сцен. После продолжим наш разговор. Внимание на экран. Внимание на экран. Михаил, а у вас в репертуаре композиции уже известны в Италии, итальянские мелодии, песни, или все-таки есть что-то написанное специально для группы Модена? Сейчас мы поем только те вещи, которые уже написаны. Это песни из репертуара Эроса Рамазотти, Лавры Пауззини, Андрея Бочелли, Тотокутунь, Нюдриан, Челентано очень любим творчество реки Повари. Но я думаю, что однажды будут и написаны песни специально для вокальной группы Модена. Основная площадка, на которой вы выступаете, это дворец нефтяников. Планируете еще покорять какие-то вершины, выступать где-то, может быть, какие-то гастрольные туры, не только в Италии? 7 мая мы приглашены на вечер итальянской культуры в Гомель. 14-го мы едем в Могилев в университет имени Шамякина, опять-таки, по линии фонда Аютиам и Леавиверы, где проводится студенческий форум и часовая программа концертная в университете просвучит в исполнении вокальной группы Модена. Анастасия, ваш визит, ваше присутствие на сцене вечера итальянской культуры также ожидается того мероприятия, которое состоится 7 мая. Но вопрос у меня в следующем. А как появилась итальянская песня в вашей творческой биографии? Мне довелось побывать в Италии. Я тоже в детском возрасте летала в семью. Там я познакомилась с творчеством, с культурой итальянцев. И мне очень понравилось. Я влюбилась в эту страну. А когда вы начали петь? Петь? Я именно на итальянском? Нет, вообще музыкальным искусством песен и искусством увлекается. Я начала с самого детства, с садика, с мероприятий. У меня бабушка пела в народном хоре. Вот и так повелось, что мы с ней садились иногда вечерком и пели. Ну, хорошо. А когда и бабушка, и родители узнали, что дочь и внучка решила запеть на итальянском, были ли какие-то разногласия? Почему не русский, не белорусский? Почему не французский, в конце концов, и не общепринято английский? Почему именно итальянский? Папа очень интересовался, зачем тебе? Ты же в Беларуси живешь, ну, пой на белорусском, на русском. Зачем? Я говорю, папа, вот, лежит у меня душа к итальянскому творчеству. Кто из итальянских музыкантов оказывает на вас творческое влияние? Вот, совсем недавно я познакомилась с творчеством Франчески Микелин. В этом году она представляет Италию на Евровидении. Она на год всего старше меня, но добилась таких успехов. Ее песни, они великолепны. Я слушаю и восхищаюсь ее творчеством. Ну, а зато вам выпал шанс представлять Италию на вечере итальянской культуры. Кстати, чем будете радовать слушателей 7 мая? Вот, как раз таки я исполню песню Франчески Микелин Ди Стратто и Лауры Паусини Инвечено. А 14, 13, 14, 15 мая я также буду выступать на... На форуме. На форуме, да. Так что... На Керопо. Песня, которую вы исполняете, это песня о чем? Вот, Ди Стратто переводится как невнимательный. И в ней поется о том, что она пытается докричаться до своего парня, до молодого человека. Ну, все уже утихло. Совсем скоро эта студия превратится в импровизированную сцену, на которой выступит Анастасия Старовойтова. Ну, а сейчас самое время, я думаю, пригласить всех на вечер итальянской культуры. У вас есть такая возможность, буквально 30 секунд. Мы вас будем очень рады видеть. Приходите, приходите обязательно с семьями. Там будут проходить много разных квестов. Также приносите с собой фотографии, где вы в Италии. Лучшая фотография, будет объявлен победитель, лучшие фотографии, и он получит приз. Анастасия, Михаил, спасибо за то, что нашли время прийти этим вечером к нам и провести, сделать добрый вечер в Гомеле вместе с нами таким, каким он, наверное, должен был получиться сегодня. Мы желаем вам успехов, пусть все свершится. Друзья, это был Добрый вечер Гомель на телеканале Беларусь 4. Сегодня мы говорили о проекте, который захватил не только Гомель, но и немножко шире. Вечера национальных культур в городском центре культуры. Проводите каждый вечер с нами. Не забывайте, что на телеканале Беларусь 4 каждый вечер добрый. Этот вечер сегодня с вами провели мы, Александр Лубининко и Татьяна Болгова. Мы желаем вам всего хорошего. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok